Всем привет! Продолжаем изучать Spring. И сегодня предлагаю создать очень-очень простое приложение, но используя язык Kotlin. Если мы зайдем на главную документацию, то одним из жирных разделов это у нас Languages, то есть поддержка других языков. Spring Framework нам предлагает. То есть мы одновременно можем писать как на Java, так и на Kotlin. И все это в одном проекте. Так, сразу сделаю предупреждение с Kotlin. Я знаком примерно час, может даже меньше. Так что если затуплю, затуплю. Посмотрим в целом, как все это дело выглядит. Может кому-то из вас понравится. Узнаем какие-то вещи. Предварительно я уже все посмотрел, поэтому затупить особо не должен. Поехали! Нам нужен новый проект. Нам нужен новый проект. Снова используем наш любимый Spring Initial. Пишем здесь. Ru-kai-ko-de-kotlin Котлин. Давайте я... Simple. Си... Нет. О, Ru-k... Ru-kai-simple. ДК-simple. ДК-simple. Окей. Так. Язык здесь мы меняем на Kotlin. java package jar восьмая java и все остальное то же самое. Так, берем ламбок, берем веб, берем таймлиф, берем java, gpa и h2. Окей. Создадим нечто похожее, нечто похожее, что мы делали на самых-самых первых, первых видео данного плейлиста. То есть, что мы там делали? Мы делали REST контроллер и делали отображали данные на страничках. И вот сегодня мы сделаем примерно все то же самое. Только с использованием языка Kotlin. Окей. Идея нам здесь все организовала. Давайте нарисуем сперва каркас основных папок, которые нам нужны будут. Нам нужен домейн, то есть наша модель. Нам нужен контроллер. контроллер. Так, ошибся. Так, контроллер. И нам нужен репозиторий. Репозиторий. Окей. Поехали. Начнем с домейна и напишем его на языке скал. Ой, какой скал? Напишем на языке джава. Давайте лэнгвич, 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 лэнгвич. То есть покажем, что все это дело мы можем миксовать. Мы можем миксовать джавовский код с котленовским кодом. Так, это у нас процентити, значит, private long id. Это у нас идентификатор, с помощью которого мы разделяем, с помощью которого мы можем отличить одну книжку от другой книжки в базе данных. И заведем снова name стринговский. Стринг name и стринг author. Так, добавим конструктор. Добавим getter так, getter setter лапбук я хоть и подключил, но я им здесь не пользуюсь, потому что котлен и сломбук все это как-то не сочетается. Не сочетается. Поэтому я реализую здесь все напрямую. Так, и мне нужен еще дефолтный конструктор. Так, этот я конструктор подниму вот сюда. на более правильное место. Окей, вот наша модель. Наша модель готова. Закрываем. Она нам больше не нужна. Теперь реализуем репозиторий. Весь остальной код мы будем писать на котлене. Значит, котлен файл и здесь пишем language repo. это у нас интерфейс. То есть, у нас в котлене тоже есть интерфейсы, как в java есть интерфейсы, только мы здесь не экстендимся, не пишем слово экстенд, а пишем две точечки и дальше перечисляем интерфейсы, от которых мы наследуемся. Значит, здесь нам нужен language и language, то есть, тип наш класс language и тип ключа. И здесь я предлагаю реализовать функцию. здесь, прошу заметить, помечается функция fun и она не помечается public, private и то есть, здесь нет. И я предполагаю, что как в скале все функции, то есть, все методы по дефолту у нас открытые, то есть, публичные. Поэтому пишем find. Сейчас мы составим простой метод find. Bye. name and author. Окей. Значит, name string и author author. Вот, какой author? String. String. И вот, чисто по сигнатуре, чисто по сигнатуре, здесь понятно, что поскольку мы лезем в базу данных вот с таким вот именем и аутором, там может быть несколько значений, поэтому здесь возвращаем тип list. list language. language. Okay. Вот. Этого нам хватит. Теперь создадим наши контроллеры. Наши контроллеры, снова, тип kotlin, и пишем, значит, language контроллер, контроллер, rest. Сразу класс пишем. Это у нас, здесь аннотации сохраняются, ведь мы используем спринг, просто на другом языке. Просто на другом языке. Здесь я напишу request mapping. По дефолту любые сервисы имеют корневой каталог API. Так. Теперь нам нужно реализовать несколько get mapping. Снова определяем fun. Fun, 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 значит, мы здесь два fun определим. то есть вот то, что мы использовали нашу функцию findBuy nameAutor и все-все-все книжки будут возвращать. Окей. Значит, пишем fun index, то есть имя, имя, и здесь нам нужно воспользоваться репозиторием, нам нужно его заинжектировать. Мы в Java обычно инжектили через конструктор. И здесь вот можно конструктор использовать сразу, писать сразу с именем класса var repo, то есть как в скале, как в скале repo, ой, language repo. И, как мы видим, здесь помечается, что происходит инжекция. Теперь пользуемся нашим репозиторием repo find all. Get mapping и значит у нас name и и и давайте второй параметр сделаем через 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 request параметра. Значит, пишем fun find by name and author параметры. Так, здесь у нас значит request парам. То есть я предполагаю, что вы знаете, что мы можем в браузерной строке писать вот нечто похожее, то есть вводить параметры. Допустим парам 1, value 1. И если больше, чем один параметр, мы объединяем вот апперсандом и пишем дальше парам 2, потом равно и здесь какое-то значение второе, value 2. Вот. Я предлагаю автора именно через request парам доставать. Так, здесь так name будет author так require files и все это у нас все это у нас все это мы связываем значит с аутором который тип у него стринг окей и нам нужен еще пас пас вариабл то есть нам нужен name name стринг окей все это потенциально нам вернет список список поэтому можно написать лист бук какой бук я просто делаю как в этом мы мы с бук и модели делали через java очень простое апп вот вот у меня и заклинило на эту боку так окей теперь нам нужно все это вернуть здесь мы будем использовать ифы ифы здесь больше похожи на скаловские то есть они могут у нас сразу возвращать какое значение то есть можно было написать val res и здесь значение допустим author равно now то тогда мы тогда мы что делаем мы 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 берем наш репозиторий а давайте я вот так вот делаю добавлю еще одну функцию только она у нас будет возвращать только по имени список только по имени окей по имени майнин нейн процент м м м м м припо ой май м аута окей и это вот это кстати глупость какая то не понимаю зачем при том существует не понимаю раз уж мы скажем так пишем неком функциональном стиле у нас даже и вы могут возвращать сразу значение то есть мы приравняли вот либо и вот этот рез может быть либо вот эту ветку приравняться либо эта ветка тогда мне непонятно почему у нас return вообще существует ладно бог с ним раз они решили что так какой-то левый лэнгвидж погрузился а мне нужен домейн вот вот сейчас все окей все так и я предлагаю сразу написать сразу написать html версию а потом запустить если что-то неправильно подправим или оставим на вас это дело окей значит лэнгвидж контроллер html снова класс так здесь мы пишем контроллер контроллер можем написать явно что а рэк ммм рэквест 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 маппинг у нас прямо по корневому сразу инжектируем через конструктор наш репозиторий пишем рэпл лэнгвидж рэпл и поехали снова писать наши get маппинг get маппинг пишем fun так как там было у нас индекс значит индекс 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 без имени возвращает он у нас стрингу и и и и нам нужна была модель нам нужна была модель поскольку мы собираемся отображать все это дело на html поэтому добавляем сюда параметр и и и и так return опять return return имя шаблона индекс и нам нужно модели add attribute сделать add attribute 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 string book давайте я коротко lan вернее lan language и использовать репозитории репозиторий find оооо Можно вот таким вот способом он написать да но можно более классным способом мне он очень он больше импонирует ух ты подключила то есть вот эти записи они идентичны но вот вот это по-моему чуть проще читается то есть мы в модели есть некое поле лан и мы ему присваиваем вот значение поэтому я это делал закомментирую и оставлю так и теперь напишем get mapping но я здесь делал по простому не буду через реквест парам опять писать делаем find by name только find by name здесь name под variable name тип string и подключаем снова модель модель возвращает это все у нас а кстати интересно здесь есть автовывод давайте я проинспектирую так что он возвращает возвращает он будет у меня вам тип mismatch require units found то есть надо указывать явно это плохо это плохо что функции это же у нас функция по сути дела дела что нужно писать тип это очень плохо пока мне сказал нравится больше чем котлин так 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 теперь мне нужно заинжектить то есть мы снова пишем модуль допустим план здесь будет список там вернется вот согласно вот сигнаторе на но мы знаем что у нас будет одно значение где мы еще не знаем мы сделаем так что у нас будет строго одно значение нам нужно еще базу данных наполнить так и по файл поймем name name и здесь вот и по индексу вот через скобочки берутся окей беру один и это нам вернется объект объекты я не хочу хотя ладно давайте отобразим объект вернется объект надо только помнить что это у нас вернется объект и теперь осталось html ки нарисовать и заполнить все это дело заполнить все это дело значит так нам нужен бин мы здесь можем писать бин потому что spring будет аппликейшена это у нас большая составная большая составная аннотация в которой включает себя и аннотацию configuration поэтому мы можем бины прямо здесь объявлять объявлять окей мы снова и будем пользоваться команд лайнером команд лайнером чтобы сделать некую презагрузку иначе так цена прелод прелод хотя ладно прелод здесь мне нужно заинжектить наш репозиторий и и и и все это дело у нас равно команд лайнеру команд лайнеру команд лайнеру команд лайнеру который у нас принимает принимает некие ареалист то есть args интересно здесь так пишется а а а а а а а а и то есть команд лайнер это уже у нас функциональной интерфейс который принимает параметры arx и что-то там возвращает то есть мы можем его использовать для сэйва сэйва бук здесь мы пишем через козлины поэтому оператор new нам не нужен вот это это очень удобно очень удобно пишем значит опять какая бука все время в моей голове сидит пример что я прошлый раз это делал звуками сейчас я это делаю с языком более правильно что так скала значит одерске одерске и пишем java ghostlink так эликсир валим кложура пич пич окей теперь последнее что осталось сделать это создать темплейте создать темплейте они будут очень похожими индекс я второй темплей как я назвал вам так так где у нас вам назвал я здесь ланг назову одинаково чтобы копипасом пользоваться чтобы копипасом пользоваться поскольку все будет одно и тоже значит здесь пишем list of one так пишем таблицу table tr th заголовки значит id name auto снова tr tr td и здесь пользуемся таймлифом и здесь пользуемся таймлифом th each равно равно л л лам так импортим таймлиф и используем текст 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 а л точка ай и м м м аутон о окей теперь все это делаю копируем и идем в лан идем в лан м лан м это мне не нужно а нет мне это нужно но без вот этой бяки окей так нужно заинжектить опять здесь у нас будет lan 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 все можно title изменить давайте тестировать принципе наш самый очень такой симпл симпл аппп готов на языке котлин и с небольшим с небольшим добавлением джавовского кода запускаем надеюсь все будет как надо так подняли приложение ладно сейчас увидим ошибку знаю что у меня есть недочет но главная страничка по идее должна хорошо отработать отлично отработала теперь допустим давайте скалу только отобразим скалу ok если а интересно будет ошибка да будет ошибкой естественно будет ошибка окей то есть html код наш работает теперь нам нужно джейсоновский вариант джейсоновский вот наш джейсоновский вариант здесь вернулся лист теперь пишем эликсир и параметра аутор валим и вот он нашел то что я хотел а если я просто вот так у меня будет ошибка а у меня будет ошибка а у меня будет ошибка ладно оставлю вас наедине с этой ошибкой разобраться почему все это я здесь некорректно некорректно использовала ракуя с параметра где они у нас некорректно некорректно так что разбирайтесь разбирайтесь вот так вот мы можем использовать котлин язык может кому-то понравился из вас а может нет не знаю разница для меня ну да тут наверное есть какие-то свои заморочки может коллекции по дефолту то все иммутабельны раз здесь у нас в сторону функциональщина идет надо посмотреть чем прям я явно выигрывается все это дело чем лучше или какие у него есть фишки чтобы мы захотели какую-то часть кода написать на код линия то что код чуть-чуть сократился это да это видно то есть кода стало немного меньше кстати а мы вот здесь вот поскольку не пользуемся а сразу отдаем можем вот это дело убрать и вот так написать окей здесь еще из интересного то есть метод main у нас отдельно отдельный идет отдельный идет я предполагаю предполагаю что это из-за того что компаньон объект компаньон объект то есть вот это компаньон объект то есть статика и обычные функции они разделены на компаньон объекта ну-ка не интересно даже вот сказали это было бы вот так вот ладно здесь как-то значит по-другому не знаю как по-другому и так мое знакомство с котленом длится уже целых чуть больше полутора часов неплохо неплохо посмотрим как пойдет дело дальше вот значит у нас есть вот такая дополнительная возможность изучайте спринг пишите на копыне кому понравилось а мы едем дальше